Сказывайте сказку. Так жили бы волк со скалятой. И вдруг мама-козочка пошла домой. Я пошла за пропитанием. А вы оставайтесь дома. Никому не открываем дверь. Поняли? Поняли. А вдруг мама пошла за пропитанием. И купила молоко. И вдруг волк увидел открытую дверь. Открытую дверь? И дальше он пошел к дверью к козлятку. И вдруг он... Он говорит, козлятушки. Козлятушки, ребятушки, я ваша мама. Ты не наша мама. У тебя глупый, глупый голос. А у мамы не глупый голос. У нее хороший голос. Хороший и красивый. И... И пошел, съел мелок. И пошел в магазин. Купил маку. Не дайте им... И... Муку. А зачем ему мука? Чтобы засыпать... Мои ножки. Зачем? И пошел он... Домой к козлятку. Он же пошел к кузнецу, чтобы он перековал ему голос. В тонкий, в мамин. Нет? Нет. А, извините. И... Он пошел в домики. Козлятушки, ребятушки, вы найдите мне. Козлятушки, ребятушки, отопрекися. А вы не можете открыть? Нет. Ты не наша мама. Нет. А покажи нам свои ножки белые. И показал им ножки. И открыли ему дверь. А вот, а зачем ему мука? Чтобы он ножки намазал, и они подумали, что это белые ножки мамы, да? И один за другим спрятался за веточку, один за другим спрятался за кавчик, один за другим спрятался за кроватью, один спрятался за шторками, один спрятался за часы для... Бедненькие. И съел их все. Какой кошелек. И даже не дошел самого владшего. Ребеночка, козлятушка. А он куда спрятался? А мама увидела, что пришло такое. Какой кошмар. Что такое плохое? И мама занавески в торке порвала. И услышала самого владшего ребеночка. И никого не было. Он позвал и услышал маленький-маленький голосок. Мама, я думаю, три дедушки часов. И вдруг он рассказывал, что-то случилось. Он съел наши братья и сестры. И поклакали. И как о слезах, мама-коза. Как можно быстрее. А горе плакало. И вдруг они пошли. Она сказала. Принеси мне иголку, ножницы, нитку. Она сказала. А ты мне принеси камни. И засыла. И набаривала чуть-чуть камнем. Она достала ножницами. Получается, она достала... Нет, он. Нет, он. Она же у волка достала всех своих детей. Да. И он пошел... Нет. Как с того, он захотел пить, за кого он проводились камни. Он подумал, что он не голодный. У него целый живот камней. Он захотел попить, да, и пошел на речку пить. И он упал. А, и что с ним случилось? И он утонул. Бедный волк. Тебе его жалко? Нет, он не съест. Но... 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 Другой волк я могу рассказать. Там, где зайчики, медведь. И... Там, где козлятушки, ребяточки. Ты много сказок знаешь, я слушаю, смотрю, да? Фотографировал ты? Да, все.